Здравствуйте! Это библейский портал экзогет.ру. Сегодняшняя тема – речь Христа перед Эллинами. Евангелие от Иоанна, 12 глава, с 20 по 36 стихи. Евангелист Иоанн Богослов в начале 12 главы рассказывает о входе Господа Иисуса Христа во Иерусалим, который произошел по нашему времяисчислению в день воскресный, а по времяисчислению тогдашних иудеев в первый день недели. Далее, от этого события до описания Тайной вечери, Иоанн Богослов пропускает все те события и речи Господа Иисуса Христа, которые изложены у первых трех евангелистов. Однако Он, Богослов, дополняет их повествование, излагая те две речи Господа, которые у них не описаны. И вот первая речь – это речь Господа Иисуса Христа в связи с тем, что к Нему пришли и обратились эллины. В 12 главе, в 18 стихе Иоанн Богослов указывает на ту причину, по которой огромное количество людей встречало Христа, входящего в Иерусалим, а именно то, что Он воскресил Лазаря четверодневного. А в 19 стихе повествует о том, что фарисеи, видя, как огромное число людей приветствуют Господа и веруют во Христа, говорят друг другу, нам ничто не помогает в противодействии Христу, весь мир ушел за Ним. И вот в следующем стихе, 20-м, Иоанн Богослов пишет «Из пришедших на поклонение в праздник были некоторые эллины». Речь идет о предстоящем, грядущем празднике Пасхи. Были некоторые эллины. Как понимать выражение эллины? Кто это был? Есть несколько версий, и основная версия заключается в том, что это действительно были язычники, которые жили в разных провинциях Римской империи, которые были воспитаны в греко-римской культуре, поэтому-то они и названы эллинами, и которые интересовались иудаизмом, но не приняли его полностью. Таких людей называли празелиты врат. Считалось, что они соблюдают целый ряд законов, которые были даны еще Ною, так называемые заповеди Ноя. В то время как празелиты праведности – это те язычники, которые полностью приняли иудаизм, в том числе и обрезание, и соблюдали закон Моисеев во всех деталях. Позднейшая талмудическая литература, в частности, трактат Сангедрин, перечисляет те семь заповедей Ноя, которые должны были соблюдать все люди, но в частности их было предписано соблюдать празелитам врат. Первая заповедь – это почитание единого Бога. Вторая – запрет на богохульство. Третья, четвертая, пятая коррелируют с заповедями диколога – не убей, не прелюбодействуй, не кради. Шестая заповедь запрещает вкушать плоть, которая отрезана от живого существа. И последняя – предлагает язычникам организовать судопроизводство и судебную систему. Вероятно, представители именно такого рода празелитизма празелиты врат и пришли на праздник в Иерусалим. А придя туда, они, интересовавшиеся иудаизмом, но еще не принявшие обрезание, еще не исполняющие полностью закон Моисеев, увидев, как огромное число людей встречает и восторженно приветствует Иисуса Христа, входящего в Иерусалим, также пожелали с ним побеседовать. Но, возможно, пожелали побеседовать на какие-то вопросы, которые связаны были именно с тонкостями понимания иудийской религии. Как мы увидим, Господь Иисус Христос предлагает им учение о самом себе и учение о своей деятельности. 21 стих. «Они, то есть Эллины, празелиты врат, подошли к Филиппу, который был из Вевсаида Галилейской, и спросили его, говоря, «Господин, нам хочется видеть Иисуса». Почему Эллины подходят к Филиппу? Почему Иоанн Богослов уточняет, что он был из Вевсаиды? Есть предположение, что эти Эллины были из городов Десятиградия. Как раз неподалеку от Вевсаиды, возможно, они были знакомы с Филиппом, возможно, что их привлекло то, что он из этого рыбацкого городка. Они подходят и, показывая ему особое уважение, называют его Господин. «Нам хочется видеть Иисуса». Возможно, что Господь Иисус Христос в этот момент находился в храме Иерусалимском в так называемой сокровищнице, то есть во дворе женщин, где он и вел очень часто беседы. А Эллины, будучи еще пока только празелитами, не могли туда пройти, но могли войти во двор язычников. Поэтому они и просят Филиппа, чтобы он позвал учителя. Либо второе объяснение причины, по которой Эллины обращаются не к самому Господу, а к его ученику. Вокруг Христа стояла толпа народа, через которую они не могли пробиться. Поэтому они просят доверенного ученика обратиться и организовать встречу. Потому что, когда они говорят, нам хочется увидеть Иисуса, они имеют в виду не просто посмотреть на учителя, но поговорить с ним, задать ему вопросы и получить от него подробные ответы и наставления. Таким образом, они просят, чтобы он организовал им встречу со Господом. По какой-то причине Филипп не сразу обращается ко Господу, а вначале советуется с Андреем, который, впрочем, тоже был из Вевсаиды. Возможно, Филиппа смутило то, что Христос, когда говорил о своей миссии, сказал, что он, Христос, послан только к погибшим овцам дома Израильского. И когда он, Господь, направлял апостолов на проповедь, то запретил ходить к язычникам или самарянам. А здесь пришли хоть и не язычники, но во многом еще язычники. Поэтому Филипп советуется с Андреем, и они вместе говорят, сообщают Господу о делегации эллинов. 23 стих. Иисус же сказал им в ответ. Кому им? Существуют разные предположения. Либо только своим ученикам, Филиппу и Андрею, либо ученикам и стоявшим там людям, либо ученикам, которые все-таки организовали эту встречу, и эллином, желающим услышать Господа. Мнения различные. Поэтому, конечно, хотя дальнейшая речь Христа очень часто в богословской литературе называется «Речь Господа Иисуса перед эллинами» более точно, ее нужно было бы назвать «Речь Христа» по поводу прихода к нему эллинов. Однако, судя по тому, что Христос сразу начинает говорить, но при этом Иоанн Богослов комментирует, что это его ответ, вероятно, все-таки встреча с эллинами состоялась. Однако, отвечает Христос, говоря не о тонкостях иудейской религии или Моисеева закона, а отвечает на желание эллинов лучше познать Бога и стать более духовными и религиозными, рассказывая им о самом себе. Продолжение 23 стиха. «Пришел час прославиться Сыну Человеческому». Тем самым Господь хочет сказать этим людям, «Вы только что были свидетелями моего торжественного входа в святой город Иерусалим. Может быть, вы думали, что это и есть настоящий час моей славы, но нет, моя слава еще впереди». Очень важно помнить о том значении термина «час» по-гречески «ора», которое имелось в древнегреческой литературе и, соответственно, это же значение присутствует здесь, в Евангелии от Иоанна. В древнегреческой литературе «ора» означало «правильное или благоприятное время». Время благоприятное или обычное для чего-либо, для каких-то действий. Например, «гамон оора» – благоприятное время для вступления в брак. Позже оно стало употребляться для указания на небольшой отрезок времени, собственно, час, как короткий промежуток времени, или даже на одну двенадцатую часть дня или ночи. Интересно, что переводчики-септуагинты использовали этот греческий термин «ора» для того, чтобы передать содержание, смысл еврейского термина «цет», то есть установленное время, которое могло указывать на время для вечернего жертвоприношения. В таком случае получается, что «ора» может указывать и на время совершения жертвы. Когда переводчики 70-ти переводили книгу Данила, 9 главу, 21 стих. Но были ситуации, когда они придавали этому термину смысл «время, установленное Богом». Тоже при переводе книги Данила, 11 глава, 6 стих. Получается, что в Священном Писании Нового Завета, и в частности здесь, в Евангелии от Иоанна, термин «ора» означает и время для жертвоприношения, и время, которое установлено Богом. Поэтому, когда Христос говорит «пришел час», «час прославится», нужно это переводить следующим образом. «И так пришло то, установленное Богом время, время жертвоприношения, через которое Сын Человеческий прославится». 24 стих. «Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно по в землю не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода». Христос продолжает свою мысль, потому что эллины еще не понимают, что время, установленное Богом для Его, Христа прославления, есть время жертвоприношения. И поэтому Он говорит о своей смерти. Приводит понятный образ для жителей сельской местности. «Если зерно падает в землю и не умирает само для себя, оно не прорастает, не дает плода, не дает всхода. Но если оно умирает, оно на самом деле не умирает, но дает многократный плод. И поэтому Господь намерен умереть, но умереть для того, чтобы принести огромный плод для всех людей». 25 стих. «Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире всем сохранит ее в жизнь вечную». Однако не только Он, Христос, но и Его последователи в определенном смысле должны умереть для этого мира, чтобы получить те духовные блага, которые Он способен дать. Поэтому-то Он и говорит, что «любящий свою душу», а, конечно, здесь термин «душа», «психи» означает не часть, составную часть человеческого существа или человеческой природы, когда мы, например, говорим о душе и теле, либо дух, душа и тело. Здесь этот термин указывает на образ жизни и на жизнь как таковую. Тот, кто эгоистически себя любит, любит свое место в этом падшем греховном мире, тот на самом деле свою жизнь погубит. А ненавидящий душу свою в мире всем, и Христос подчеркивает, не просто ненавидящий, а именно ненавидящий свою душу, которая является частью мира сего. Выражение «мир сей» указывает на падший мир. То есть, если ты ненавидишь то, как ты причастен к злу и греху, сохранит ее в жизнь вечную. В таком-то случае твои поступки послужат к тому, чтобы избавиться от греха и получить, приобрести жизнь вечную. 26 стих. В этом стихе Господь Иисус Христос связывает воедино все предыдущие различные мысли, которые касаются и его, и верующих. «Кто мне служит, мне допоследует, и где я, там и слуга мой будет, и кто мне служит, того почтит Отец мой». Получается, что Господь указывает, «Да, моя деятельность была здесь, на территории Палестины. Вы, эллины, возможно, пришли для того, чтобы пригласить меня к себе, чтобы я проповедовал у вас. Но этого не произойдет. Моя задача положить свою душу, жизнь во искупление многих. Но есть мои ученики, которые здесь уже сейчас следовали за мной, и которые продолжат дело моего благовестия. И кто мне служит, того почтит Отец мой». И поскольку они будут проповедовать не только здесь, в Палестине, но и в других странах, то, конечно же, они получат награду от Отца Небесного. Почему мы можем сделать предположение, что эллины хотели пригласить Господа Иисуса Христа? Если они уже почувствовали обстановку, которая сложилась после его входа в Иерусалим, если они слышали отголоски бесед фарисеев между собой, что у нас ничего не получается, весь мир идет за ним, но они ведь, фарисеи, решили Господа Иисуса Христа убить, возможно, эллины, желая его Христа сохранить от смерти, хотели бы пригласить его к себе. То, что такая догадка вероятна, показывает сведения, сохранившиеся в церковной истории Евсевия Кисарийского в первой книге в тринадцатой главе, где Евсевий описывает посольство ко Господу от царя Авгаря Эдесского и, соответственно, говорит об ответе Господа. «Божественность Владыки и Спасителя нашего Иисуса Христа, пишет Евсевий Кисарийский, прославляемая среди всех людей за свою чудотворную силу, привлекла тьмы людей даже из чужих, очень далеких от иудеи стран, которые надеялись на исцеление болезней и разных страданий. Поэтому и царь Авгарь, славно управлявший народами по ту сторону Эфрата, но мучимый болезнью, излечить которую было не в силах человеческих, узнав об имени Иисуса и его чудесах, о них согласно свидетельствовали все, решил умолять его, послав гонца с письмом и просьбой об избавлении от болезни. Спаситель не внял тогда его просьбе, но удостоил особого письма, в котором обещал прислать одного из своих учеников, излечить его болезнь и вместе спасти его и всех его близких. Обещание это вскоре было выполнено. После воскресения Христова из мертвых и вознесения Фома, один из двенадцати, по внушению Божию отправляет Фадея, принадлежавшего к числу семидесяти учеников Христовых, в Эдессу, благовествовать учение Христово. Он выполнил все, что обещал спаситель наш, заключает Евсевий Кесарийский, также известный, как Евсевий Панфил. Вот это сообщение церковного деятеля и историка четвертого века очень хорошо иллюстрирует данный 26 стих. Эллины хотят пригласить Господа Иисуса Христа, но он говорит о том, что есть ученики, которые продолжат его дело на других территориях вне Палестины. 27 стих. «Душа моя теперь возмутилась, и что мне сказать? Отче, избавь меня от часа сего, но на час сей я и пришел». А дальше Господь Иисус Христов, сказав о том, что будут лица, которые продолжат его дело в разных странах мира, опять указывает на свои предстоящие страдания. и говорит об этом, даже восклицая по своему человечеству, что его душа возмутилась. Там стоит тот самый греческий глагол «тарасо», который означает «волноваться», который описывал бурю на Галилейском озере. Его душа сейчас взволновалась. И он задает такой вопрос «что же мне сказать? Неужели я скажу «отче, избавь меня от этого часа»?» И дальше сам отвечает «но ведь на этот час, установленное Богом Отцом время, я и пришел». Тогда что же он будет просить у небесного Отца? 28 стих. Христос здесь говорит «отче, прославь имя Твое». Говорит «прославь имя Твое», потому что Он, Христос, действует, будучи посланный Отцом и действует, чтобы имя Отца и прославлялось, и светилось. Продолжение 28 стиха. «Тогда пришел с неба глаз и прославил, и еще прославлю». Третий раз в течение общественного служения деятельность Господа, отдельные важные события Господа сопровождаются голосом с неба, который является голосом Небесного Отца. Первый раз это был голос Отца во время крещения Господа Иисуса Христа. Второй раз во время преображения Христова на горе Фаворской. И, наконец, сейчас третий раз незадолго до того, как Христос взойдет на крест. И восшествие на крест станет тем самым рубежом, водоразделом между «уже прославил» и «еще прославлю». Потому что «уже прославил» Отец действовал через Сына в Духе Святом во время всего общественного служения Господа Иисуса. «Еще прославлю» – это то, что произойдет на кресте, когда Господь приносит себя в жертву, когда Он воскреснет, когда Он вознесется, когда будет основана церковь и когда все верующие получат Духа Святаго. А вот сейчас именно тот момент, когда Господь себя готовит к крестному страданию, к крестной жертве между «уже» и «еще». 29 стих. «Народ, стоявший и слышавший то, говорил, это гром, а другие говорили, а ангел говорил ему». Люди слышали, но не все поняли, не все даже расслышали, как предполагают древние экзегеты. Это было связано с внутренним состоянием разных людей. Кто-то даже не мог допустить, что Отец Небесный ответит Иисусу, поэтому внятные и четкие слова восприняли просто как звучание грома. Кто-то услышал, но поскольку у иудеев тогда возобладало представление о абсолютной потусторонности, трансцендентности Бога и Отца, они не могли допустить, что Бог вторгнется в человеческую историю и приписывали все действия Божьи действиям вспомогательных сил, думая, что Бог действует через ангелов, поэтому-то и говорили, да, это был голос, мы расслышали слова, но это был голос ангела. Тридцатый стих. Иисус на это сказал, не для меня был глаз сей, но для народа. Более предпочтительным является то чтение, которое содержится в ряде древних рукописей и которое зафиксировано в основном тексте критического издания. ответил Иисус и сказал, не для меня этот голос соделался, но для вас. Пока они спорят, был это гром или голос ангела, Христос поясняет, мне не нужно это свидетельство, но оно нужно и еще очень даже понадобится в ближайшее время именно для вас. Тридцать первый стих. Ныне суд миру сему, ныне князь мира сего изгнан будет вон. Называют князем, а там стоит по-гречески термин архон. Есть слово архонт русское, но мы обычно переводим архон как начальник или предводитель, вождь. Итак, архон мира сего, князь мира сего будет изгнан вон, будет изгнан дьявол, сатана. Кто-то задаст вопрос, но даже после распятия, крестные жертвы, воскресения и вознесения Господа все равно мир продолжает лежать во зле. Как же так? Где же изгнание дьявола, князя мира сего, из мира? Речь идет не о полном изгнании из этого мира, а изгнании из сердец верующих людей. Ибо Господь нас освободил от рабства дьявола. Мы больше не его дьявола рабы. Мы почитаем Господа, называем себя рабами Христовыми, но Христос сам назвал нас друзьями. То есть мы не только освобождены, но мы имеем эту свободу во Христе, как скажет впоследствии апостол Павел. Поэтому для тех, кто принял Христа, верует в Него, князь мира изгнан из них, из наших личностей, из наших душ, из наших сердец. Но, конечно, среди многих людей этого мира падшего по-прежнему царствует дьявол. 32 стих. И когда я вознесен буду от земли, я всех привлеку к себе. Что имеет в виду Господь, когда говорит, что будет вознесен, возвышен? Здесь двоякий смысл. Конечно, вознесен на кресте в момент страданий и крестной жертвы, и потом уже вознесен от земли. Всех привлеку к себе. Не только людей израильского вероисповедания, не только представителей еврейского народа, но и вас, эллинов, которые пришли сюда, и сейчас слушаете меня, и вообще представителей разных народов. 33 стих. «Сие говорил он, давай разуметь, какой смертью он умрет». Евангелист Иоанн Богослов подчеркивает, что когда в 32 стихе Христос говорит, «Я буду вознесен от земли», он имеет в виду, Христос, прежде всего, его распятие на кресте. 34 стих. «Народ отвечал ему, мы слышали из закона, что Христос пребывает вовек. Как же ты говоришь, что должно вознесено быть сыну человеческому, и кто этот сын человеческий?» Вспоминают пророчество Нафана о том, что царство Давида не будет конца. И мы с вами помним, что когда Архангел Гавриев благовествует при Святой Богородице, он практически слово в слово повторяет это пророчество Нафана. И так они ожидают, что Христос, как сын Давидов, будет царствовать вовек, а здесь вдруг Иисус говорит о том, что он умрет. С другой стороны, называет себя сыном человеческим и не понимает, что и это значит. Хотя, конечно, Христос, когда так говорит, отсылает их пророчество в книге Даниила. Но Господь не отвечает на эти вопросы, потому что он, Христос, сказал достаточно. Им необходимо подумать над тем, что уже сказано. В 35 стихе Иоанн Богослов излагает заключение этой речи Господа. Тогда Иисус сказал им, «Еще на малое время свет есть с вами. Ходите, пока есть свет, чтобы не объяла вас тьма, а ходящий во тьме не знает, куда идет». Вероятно, окончание беседы пришлось на окончание дня, светового дня. И поэтому солнце уже близилось к закату. И вот Господь желает взять образ от этого и вначале говорит, «Ходите, пока светло, потому что если тьма наступит, вас обнимет тьма, то уже не будете знать, куда идти». Но в следующей фразе показывает, что это всего лишь образ. 36 стих «Доколе свет с вами, веруйте в свет, да будете сынами света». Называет себя настоящим светом. Совсем немного времени осталось, и он умрет на кресте. И те, которые не осознают сейчас, что произошло, так и останутся неверующими. И мы знаем, что многие из народа еврейского не приняли Иисуса, не поняли его смерти и не рассматривали его как своего миссию Машеха. Они остались во тьме и блуждают уже две тысячи лет. Ну а, конечно, те, кто понял слова Господа, уразумел, что значит быть вознесенным, что значит умереть, дабы принести плод, те и стали просвещенными его светом. Он здесь себя называет светом, точно так же, как Иоанн Богослов называет его светом в прологе своего Евангелия. Продолжение 36 стиха. «Сказав это, Иисус отошел и скрылся от них». На этом заканчивается беседа Господа Иисуса Христа перед Эллинами, но после этой беседы Иоанн Богослов поднимает очень важный вопрос. По какой причине, если даже эллины, прозелитые врат, обратили внимание на учителя Иисуса из Назарета, пожелали с ним встретиться и стояли внимательно, его слушали, по какой же причине представители еврейского народа, которые получили множество свидетельств, знаков и исцеления, и чудотворения, и насыщения, по какой причине они остались неверующими. Об этом Иоанн Богослов говорит в продолжении 12 главы. Большое спасибо за внимание. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok